Сегодня в нашей студии гостей хоть и немного, но зато все они штучные актеры, звезды российского театра и кино. Эти люди не в каждом фильме соглашаются сниматься и не с каждым режиссером будут работать. А уж тем более, чтобы в свой выходной прийти в студию на запись программы. А вот к Павлу Семеновичу Лунгину они пришли. Пожалуй, можно начинать. Итак, дорогие мои зрители, нам сегодня здорово повезло. У нас в гостях ближний круг народного артиста России Павла Семеновича Лунгина, дважды лауреата Каннского фестиваля, обладателя призов «Золотой орел» и «Ника», и создателя почти двух десятков художественных фильмов и сериалов. Но здесь надо отметить, что удачливый он стал не сразу, в 40 лет. Этот человек стал известен миру. А до этого он мирно жил на Арбате, в квартире своих знаменитых родителей. Известен был только своим друзьям, коротко, и нескольким главным редактором киностудии, для которых он писал сценарии, про которые он самокритично говорил, что сценарий может быть и ничего, а фильм, получается, по ним какие-то убогие. Так было, да? Вот. И вдруг в 40 лет он как бы проснулся, снял прекрасное кино «Такси-блюз», и тут же сходу получил еще приз Каннского фестиваля за лучшую режиссуру. Вот этот приз как раз он сейчас и получает. И вот на этом месте хотелось бы поподробнее, Павел Семенович. Все-таки, если у вас, вы так смотрите на это с такой нежностью, забыли уже, да, как это происходит? Давно не получал, конечно. Да, надо получить. Надо получить. Значит, все-таки, если у вас внутри жил вот этот вот самый режиссер, то почему вы его так долго не выпускали? А если у него там не было, то как он там появился? Ну, вы не сказали главного, это все-таки был 89-й год. Это был самый рассвет перед тройкой. И некоторая волна свободы, конечно, нас всех подняла куда-то и потащила. То есть, если бы не было этого, вы бы так и... В жизни бы не пропускали меня в Министерстве культуры. Я часами сидел в приемной у Котова, такой был директор студии Горького. И, в общем, конечно, ничего бы не было, если бы как-то не изменился вдруг этот климат, не изменилось отношение к себе и... И не изменилась страна. «Такси-блюз» – это все-таки фильм, ну, обо мне, о наших, о моих ровесниках, на нашем поколении, о каком-то вот, об этом столкновении людей, вошедших в перестройку, которые так и не удалось войти в перестройку. Я все-таки до конца так и не понял. Что и кто вас толкнул? Я давно хотел стать знаменитым. Знаменитым я не знал еще, как это бывает. Быть знаменитым некрасивым. Некрасиво, но он хотел. А это, кстати, идиотские стихи, если вдуматься. Цель творчества – самодача. Да-да, ужас. Они шумих, они успеют. Ужас. Позорно, ничего не значат. Быть притчей на устах у всех. А мне очень нравились эти стихи. Ну, они такие. Нравоучительные. Нравоучительные, да. Вы знаете, я давно, в общем, как-то понимал, что я, видимо, описываю какой-то мир, который вот мне виднее, как его нужно делать и как нужно снимать. И, знаете, есть такие сценарии вечные. Их любой может подставить, понимаете. Пьесы Чехова. В Японии Чехов, в Африке Чехов. Там какая-то сверхпрочность. А есть такие слабые сценарии. Подранки такие, понимаете. Ему нужно, чтобы я его как-то перебинтовал, и чтобы чужой человек... Вот там же была очень интересная история, потому что я попал с этим первым фильмом к французскому продюсеру известному. Я не знал, что он известный. Марин Карвец такой. У него была уже сеть кинотеатров тогда. Он специализировался на авторском кино, так называемое. Он прочитал сценарий, и он сказал, что меня интересует, только если это ты будешь ставить. Он просто вас что-то разглядел. Он разглядел. Давайте посмотрим первое ваше кино. Леха Рамс играет. Я не буду играть. Ну, дудку-то возьми. Я сказал, я не буду играть. Настроения нет. Ну, а ты начни. Настроение. И придет. Ваня, тебе радио. Вот. Хорош. Слушай, гений, ты у меня живешь. Ты позавтракал, наверное, поужинать тоже будешь. Я не знаю, что ли я живешь. Я люблю тебе. Ты, 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 ты. И ты, 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 ты. А ты, 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 ты. Обожаю мою губанку. Я юнофейская женщина. А я смотрю на древнюю. Замечательно. Я попал. В этом кино в вашем «Тексиблюзе» встретились сразу три дебютанта. Вы, Мамонов и Наталья Каликанова. Наташа, скажите, а вот он каким был тогда? Чувствительным. То есть? Потому что он очень чувствовал, что происходит. Не то, что происходит, не просто то, что происходит непосредственно на площадке. А у него есть такой нюх такой на сознание народное. То есть у него как бы... Чуйка. Чуйка такая. Чуйка такая мировая. Как бы он ощущает как-то... Он ощущал как-то мир... В течение жизни. Да. У него какое-то было мироощущение, которое он хотел поместить вот в конкретные каких-то... В конкретных персонажей. А я помню, меня привел к тебе Каплевич. Ага, Каплевич, да. Многих куда привел. А ты была тогда главной артисткой театра Васильева. Она так строго на меня посмотрела и говорит, а вот по системе Станиславского, какая у меня тут будет сверхзадача? А я не знал, что ей ответить. Я дико... Систему знали, нет? Нет, не знали. И сейчас не знаю. А я думаю, что бы ей сказать бы такое. Я ей говорю, ты живи, и все, живи. Не надо сверхзадача, живи. А Мамонова вы как нашли для этого кино? Первого января восемьдесят девятого года увидел его по телевизору. Почему-то он поздравлял с Новым годом или что-то. И был с дикого похмелька. И я прямо видел, как он физически мучился там, знаете, вот умирал просто в этом. И я подумал, что это вот... Это ваш персонаж, да? А он согласился сразу? Ну, Петя никогда сразу не может согласиться. Не тот характер. Он вообще сложный в работе. Но очень интересно, что когда мы с ним... Мы абсолютно разные люди. Тотально разные люди. И вот когда мы с ним пересекаемся в работе, всегда что-то интересное получается. Я вот про систему Станиславского слышал. Ну, скажите, ну, я не буду сейчас... Я просто так скажу фигурально. Система Лунгина. Ну, за это время, да? Вот будем говорить с такси-блюза до братства. А вот она же сложилась, какие-то приемы, да? Какие-то, ну, как бы секреты какие-то вы раскрыли. Для меня все-таки важнее всего актер. И для меня интереснее всего актер. Есть, конечно, люди, которые решают формальные задачи, там, света, пейзажи. У меня нет ни больших пейзажей, ни этого особого эстетизма. Для меня, конечно, в каждом лице что-то потрясающе волнующее меня. До сих пор еще волнующее. Я вот пытаюсь это вытащить, это все. И прекрасно, и ничтожно. Но вы же говорите, что вы ей сказали. Я не понимаю про твои сверхзадачи. Живи. Ну, это что, живи. Это вот было достаточно? Нет. Ну, нет. Думаешь, ну, мы же с ней. Я ей все показывал. А, то есть система показа была у вас, да? Я помню, что вот такие моменты, особенно, по-моему, это было в Гоголе, когда перед сценой Паша брал и рассказывал какую-то историю, совершенно не принадлежащую Гоголю, этому сцену. Просто какую-то историю из жизни. И в этой истории лежала, так сказать, задача, которую нужно было услышать и увидеть. И этого вам было достаточно? Да. Понимаете, достаточно было доверия. Вот когда режиссер убирает актера, то изначально он доверяет ему, как бы, эту роль. И дальше режиссер движется своим путем, актер движется своим, и где-то они все время перекрещиваются. Как утка и пуля, да? Павел Семенович, вообще гениальное свойство. Утка летит, а вот пуля летит. Вот где-то по-разному. Я говорю о том, что гениальное свойство дать какой-то такой огромный посыл Веры, в тебя. Ну вот там я начинала сниматься только. У меня практически была там первая роль. И вот этот вот посыл какой-то нереальной такой Веры, и просто вот сияй жизни. Вот живи, существуй, чувствуй, радуйся, улыбайся, делай неправильно, делай правильно. По крайней мере, вот мне запомнился первая моя роль каким-то огромным совершенно праздником мне подаренным. И я абсолютно не понимала, я это всегда говорю, потому что это до сих пор, уже спустя много лет, пройдя многих разных режиссеров в своей жизни, для меня все равно это подарок остается, потому как я не чувствовала режиссуры. Он может уснуть, в принципе, как режиссер, может даже поспать, может отключиться. Но он уже втюхл дал такое количество энергии, и мы все молодые были, там Андрюша Панин, «Царство ему небесное», Марат Башаров, вот он в нас вселил туда жизнь какую-то. И мы как молекулы сами притирались, шли какие-то отношения, какая-то жизнь, какие-то тульские люди к нам приходили, столы, застолья, не то камера включалась, еще Буров, который вокруг нас так кружился. Это вы про свадьбу? Про свадьбу я говорю, да. Ну, это первая встреча с Лунькиным, с моим любимым. И это было как-то вот, ну, реально жизнь. И потом самое большое удивление было именно, когда мы первый раз увидели фильм, это был уже Каннский фестиваль, «Ля Нос», «Свадьба», «Премьера». Это тоже, конечно, еще один был праздник большой. И мы вот так сидели, и я помню, я все время смотрела на Павла Семеновича и думаю, господи, когда он это срежиссировал? Я не поняла даже, когда это произошло. Дима, а вы? У вас есть какие-то ощущения от работы с Павлом Семеновичем? Вы всегда с ним находили общий язык? Павел Семенович работал с нами этюдным методом. Рассказывая сцену, оставляя нас на 20 минут, мы быстро находили, что возможно или невозможно. С нами консультировали два монаха из Донского монастыря. Они подсказывали, что возможно для Саана, что невозможно. И далее приходил Павел Семенович, отсматривал и начинал внутри уже расставлять. Или сразу говорил, точно нет. Еще дорассказывал, и мы снова оставались. Или уже штрихами доводил и сказал, да, можем снимать. Скажите, он авторитарен, жесток, или с ним можно всегда договориться по поводу того, что вы делаете? Павел Семенович уникальный человек, потому что он с великим чувством юмора. Он совершенно не бронзовый, совершенно не авторитарный. Он точно такой же. И вот в том-то и уникальность, что сколько бы он ни снял, какие бы картины и призы за эти картины он ни получил, он живой, живее всех живых. Это раз. Во-вторых, вот для меня Павел Семенович, это, конечно, человек, который придумывает форму и мизансцену, которая сама тебя вытягивает на то, что тебе надо играть. В фильме дирижер очень-очень драматический кусок, очень такой серьезный, и ты уже не знаешь, куда дальше плыть. Он говорит, Инга, отвернись от камеры в этот момент. Уже все ты сыграла. А в этот самый главный момент ты просто отвернись от камеры. И это вдруг становится гипердраматично. И это не во мне, а это он придумал и предложил. Или, например, была ситуация в том же дирижере, когда я смотрю фильм, и молодой пацан, который играет вот этого мальчика-террориста, когда он идет на этот самый страшный поступок нажать эту кнопку, и вдруг этот молоденький актер делает так. Блин, нет. Ну, типа, ну нет, ну нет. Я говорю, что это? Как он это сыграл? Он говорит, ты не поверишь. Он это сделал, что он сорвал дубль. Типа, нет, не пошло. А Лунгин это записал и взял в самый краеугольный момент. И в момент страха и ужаса ты не знаешь, как это сыграть, потому что это все сыграно-переиграно, и все вторично очень. А этот момент был настолько настоящий, он настолько перенапрягся, этот мальчишка, что он понял, что он сейчас не возьмет эту ноту. И это дорогого стоило. Вот это умеет только Лунгин. Это точно. А вы знаете, только что Маша сказала фразу, которая может стать ключевой фразой в вашей передаче. Она сказала, у каждого свой Лунгин. Я подписываюсь под этим. Абсолютно. Он был хоть раз авторитарным? Вот это точно нет. Нет, нет. Слушай. Я могу сказать, что у каждого фильма, поскольку, как и все здесь, мы работали не один раз, существует какая-то вот такая своя атмосфера. Но я помню, что я могу сказать о нем, что присутствует всегда, у него присутствует, как у Достоевского вдруг. Сравнение хорошее. Действительно, это его вдруг. То есть, вот не идет какая-то сцена, снята огромная яхта, корабль. Володя Машков уже на пределе. И где что? Когда мы будем снимать? Все. Павел Семенович, как бы вот так вот, где-то, Хитрый он у вас, а? С полузакрытыми глазами, около монитора. Ощущение, что уже больше сегодня ничего не произойдет. Четкое ощущение. Потом вдруг он врывается, так убрали рельсы, это все убрали, это убрали, убрали, убрали. У него идет какой-то вулканический вдруг. И он абсолютно начинает придумать, придумать, фантазировать это одно с другим, клеится все-все-все-все-все-все-все. Сцена собралась. Способ его существования на площадке совершенно индивидуальный. Я могу только, скажем так, сказать, что, наверное, этому есть корни. Я, поверьте, не ищите здесь какой-то такой специальной комплиментарности, но картина «Подстрочник», сделанная Дорманом, где Лилиана Лунгина рассказывает 15 серий о своей жизни через всех людей, которые ее окружали, не из себя, а вот абсолютно через всю свою жизнь, через тех, кто ее окружал. Это до такой степени полезно, замечательно, я оттуда вынес вот этот вот термин интеллектуальное мужество на всю свою жизнь и часто ним пользуюсь. Наверное, это что-то генетическое. У него нет прямого, вот такой, прямой такой режиссуры. Эта режиссура всегда через кого-то, вот, как кто-то сказал, через Достоевского, через Чехова, через какой-то пример из жизни. Абсолютно, наверное, в чем-то неожиданной даже для него самого. Вот способ существования у Лунгина на площадке. Слушайте, давайте вот вернемся к вашему вопросу. Ваша мама, Лилиана Зиновьевна Лунгина, она выдающийся человек, переводчик, благодаря которому появился Карлсон и подстрочник. Папа, у вас сценарист таких блистательных фильмов, как «Жил певчий дрожник», «Розыгрыш», «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Вот родители как повлияли на вашу жизнь, взгляды, привязанность, желания, устремления? Вы понимаете, у родителей был действительно очень открытый дом. У них, действительно, они никогда не гнали меня. Дети разделяли их жизнь. Причем, я таскал еще бесконечно своих одноклассников, и они тоже там сидели. В общем, было перемешку такой, я не знаю, Некрасов, Фазиль Искандер, какие-то мои два восьмиклассника все это задним столом ело, пило, и я там это как-то все было вот так вот. И, конечно, этот какой-то дух, естественно, я взял его, да. Но из этого дома вам прямая дорога была именно в кино и в литературу, а вы поступили в МГУ на факультет структурной лингвистики. Это зачем? От ханжества. От ханжества тех родителей, которых вы так хвалите. Оградить тебя хотели от кино. Оградить, да? Не надо мучиться, потому что отца действительно, понимаете, агония восемь лет закрыта, запрещена лежать на полке. Добро пожаловать три раза закрывали. Все эти фильмы бесконечно, проход через госкино. Но они, как будто бы они не понимали искренне, что это и было самое главное в их жизни, самое ценное в их жизни, то, что их запрещали, то, что вокруг них это все бурлило, понимаешь? А институт вы закончили все равно, это структурный, да? Нет, я же не идиот. Нет, я хочу сказать, что, ну, как-то экзамены я мог сказать, но это была совершенно для меня... Ну, хоть какая профессия, да? Никакой профессии. Насколько я понял, после этого института, в котором вы, после которого вы не распределились, но не работали, вы потом поступили в литературную газету, там поработали и тоже оттуда ушли, и начали вдруг писать сценарии. Это с чего вдруг произошло? Ну, папа шил, и сын шил. Папа шил, и сын шил. И сын шил, да? Начал потихоньку шить. А вы поступили на высшие режиссерские к Данелле? Да, на высшие сценарды. Думал... А, на сценарды, да? Думал, какой-то... Ну, и что, не учились совсем? Ну, там я приходил, уходил. А вот они, вот студенты у вас сейчас учатся так же, как вы учились у Данелли, или все-таки вы, наоборот, требуете от них, чтобы они чего-то делали? Пытаюсь. Как происходит вообще процесс учебы у вас? Ну, как? Ну, я пытаюсь, чтобы они главное не боялись писать и снимать, потому что я просто знаю по себе, что самое сложное это проломить в себе это стеснение о тишину, что вот, ну, вот как-то не пишется. Хочу, чтобы они как-то выражали свою парадоксальность, выражали свой взгляд на мир. и Паша, например, замечательные два фильма уже сняла, надеюсь, будет снимать большое. Она, вы знаете, чем она меня подкупила? Она пришла на экзамен, на первый, откуда? Она говорит, из Бурманска, да? Или из Архангельска? Североморска. Я говорю, ну, а кто твои родители? Она говорит, у меня мама матроса. И сердце мое дрогнуло. А в чем он вас изменил? Можете сказать? Я вообще стала совершенно другим человеком, потому что, когда я пришла, для меня внешнего мира не существовало. То есть, я где-то существовала внутри себя, а Павел Семенович сказал, не бойся, делай то, что ты считаешь нужным, верь в себя и никого не слушай. А изменил? Что в вас? Ты изменил, я стал открытым, открытым миром, то есть, я перестал бояться. А, вот это вот хорошо. А сейчас двинемся дальше по судьбе. Значит, вы переехали во Францию в конце перестройки, вот, и вам французы дали деньги, и вы сняли «Такси-блюз», и дальше вы на французские деньги снимали «Луна-парк», а потом вот как раз подошла свадьба. А французы вам почему дали на этот фильм деньги? Вот «Такси-блюз», я понимаю, вот на такое, да, где практически забастовка и внутри какая-то история свадьбы. Ну, потому что это был конец коммунистического мира, конец коммунистических идей, а французы все-таки очень левые, они, очень для них марксистская идея, и любовь к Советскому Союзу, она была довольно глубоко коммунистического по крайней мере, что это какая-то мечта человечества. И поэтому их совершенно завораживало, конечно, то, что происходит в России, но они как-то очень быстро разочаровались. Понятно. Давайте посмотрим фрагмент фильма про Россию, снятого на капиталистические деньги, потому что тогда в России денег на кино не было совсем. «Откуда обиды, а? Я ведь свое слово сдержал. Ты захотела стать моделью? Стала. Квартиру я тебе купил, них тебе показали. А то, что у меня жена есть, так ты это с самого начала знала. И в чем моя вина? Почему ты это не избежала? Мне просто любви захотелось, понимаешь? Любви и просто... Послушай, послушай, что я тебе сказал. Я этого никогда никому не говорил. Я тебя люблю. Понимаешь, люблю. Помнишь, ты тогда в Таиланде сказала, не могу тебя ни с кем делить. Так вот я тоже, я не хочу тебя ни с кем делить. А зачем мне с кем-то делить? Я же не апельсин, и я на Дольке не делюсь. Ты думаешь, я врал, да? Ты думаешь, я врал про развод? Нет. Ты врал, ты врал. Нет, я не врал. Я даже с действием советовался. Ты врал. Нет. Понимаешь, тесь не говорит, как мужик мужика, я тебя понимаю. Но гуляй по-тихому. Но другой жены у тебя, господин Бородин, не будет. И других детей тоже. Потому что все, что мы с тобой имеем, должно пойти к твоему сыну и моему внуку. Понимаешь? Я больше не могу. Других кандидатур быть не может. Понимаешь? А ты их не знаешь. Ты их не знаешь. Они их в асфальт закатают. И тебя, и меня, и сама знаешь, кого. Я тебя прожил, не надо больше. Подожди, подожди. Давай сейчас успокоимся. Все, пусти меня. Успокоимся. Поедем в Москву. Квартира твоя стоит. Я мебель из Италии завез. Подожди. Подожди. Я тебя сейчас за руки взял. Электричество такой пробки вышибает. Ты же моя. Понимаешь? Моя. Замечательно. Браво. Почему Деба говорил, что это этюд? Это этюдный метод. Мы не снимаем никогда вот крупный план тут, а ответ, понимаете, сначала репетируется как в театре, репетируется сцена довольно сложная, с перемещениями. Вот тут было очень важно, как она ходит, как она ползет по этим ступенькам. И репетируется до тех пор, пока это не становится правдой. Когда это становится правдой, включается камера, и все. Значит, подошли нулевые. В России вспомнили крылатую фразу о кино и нашли деньги на ваше дело о мертвых душах. Фантазия такая по классическим произведениям Николая Васильевича Гоголя. После этого сериала вы взялись за остров. Да? Остров называют вашим главным фильмом. Вы так тоже думаете? Один из главных? Ну, я так все люди не меньше люблю и свадьбы не меньше люблю. А вы это снимали по сценарию студента, да? Такого Соболева? Да. Сценарий был хороший? Я получил звонок с просьбой прочесть сценарий и сценарий «Остров». Я позвонил и сказал, я прочитал, спасибо, ничего интересного. Он сказал, ты идиот, прочитай еще раз, пожалуйста. Я прочитал второй раз, говорю, я уже тебе все сказал. Он говорит, встреча или просто до личной обиды. Я приехал и отказался от роли, от этой. Вот свидетель, я сказал, что это сплошная гордыня, я в это не верю ни одной секунды. И вот после всего этого, я вам даю честное слово, когда я увидел картину и все, что у меня было в голове, было убито, вот все, все мои ощущения от сценария, от этой роли, если я просто одурел от этого, вышел и сказал ему сразу, что все, что мне казалось здесь неправильным и даже, извините, скажем, таким придуманным чересчур, ты убил просто напрочь. Вот это вам лунгин. Гармаш не согласился, как он сказал, и там тоже играл Мамонов. Давайте вот сейчас вы посмотрите видеописьмо Петра Мамонова вам, в котором он очень искренне о вас говорит. Трепещите все. Ну, мне о нем трудно сказать в двух словах. потому что я его очень люблю и мы с ним долгое время работаем вместе и смею надеяться, что дружим. Вот. Он старше, он очень строгий, требовательный, но вместе с тем очень добрый, очень чуткий и человек сомневающийся, неуверенный в себе, робкий. Вот это очень драгоценное для художника качество. всегда он все пробует на ощупь, думает много, меняет свои решения. Это не свидетельство слабости, а наоборот свидетельство чрезвычайной внутренней силы, погруженности в материал. И еще есть такие евангельские слова «Дерево по плодам». Вот мы видим нашего любимого Павла Семеновича плоды. И как они радуют людей, сколько он принес людям счастья, радостных, просветленных минут. Ведь «Остров» — это фильм не Петра Мамонова, а фильм Павла Лунгина. Не надо об этом забывать. На меня, конечно, обрушилась ну, как бы это сказать, лавина такая любви, обожания после этого фильма. С трудом я с этим справился. С ним очень хорошо спрашивают. С ним очень хорошо. Тем хорошо, что он с ним чуть-чуть начинаешь с ним это, он сразу ставит стенку. Он старший, он главный, и с ним особенно за панибрат это не будешь. И это очень хорошо. Это дисциплинирует, но очень любвеобильный и ласковый московский центр. Привет Павлу Семеновичу, поцелуи, обнимочки всяческие, всяческие, всяческие. Любовь не ржавеет. Брава. Потрясающе. Искренность. Мудрый очень человек при всей своей хулиганстве, жесткости и каких-то выбросах. Скажите, ну вот он с трудом пережил громкий успех. А вы как пережили громкий успех? Он действительно был потрясающе громкий. Вот в то время я просто вспоминаю, когда... А с меня как с гуся вода. Да. Дима, скажите, вот когда вспоминают это кино, этот фильм, то говорят, когда задаешь вопрос, о чем он, они говорят, о вере, конечно. А вы как думаете? Конечно, о вере. Конечно, о чуде. И все дается нам по силе нашей веры. Вы согласны с этим? Ну, вы знаете, для меня это может быть больше простыд вообще, который сжигает душу. Но, с другой стороны, это правда про разные способы веры. Как сказать, вот, например, герой Димы, я его вижу, он такой был, не знаю, из офицеров ушел, решил стать монахом, делает карьеру там какую-то, становится, не может понять, он же делает все правильно, он же и правильно и молится, и все делает. Но почему ему не дано, а вот этому старому идиоту дано? И это его сводят с ума абсолютно. И другой способ веры у героя Сухорукова, который как ребенок, как дитя, вот он рисует там яичко, эту иконку, что-то такое. Это все разное. На сто процентов поп-вера это вот, будем говорить, это Мамонов, да? Не знаю, Мамонов, по-моему, это стыд, мне кажется, что, ну вот сейчас скажут, он очень умный и скажет. Я думаю, вы знаете, я думаю, что Мамонов его чудотворство это мучает, что ему это ужасно тяжело, он этого не хочет, он уклоняется, он гонит их всех и снова и снова не может этого не делать. Но, в общем, в нем нет совсем успокоенности. Давайте посмотрим фрагменты из этого фильма. Замечательно. Да, очень интересный был момент. Ты помнишь, знаешь? Вот этот, значит, ну так будем называть конфликтная сцена и сняли вот общий план и крупные планы. Ну и, значит, сначала на Мамонова. Я, значит, на него, или ты думаешь, ты, та-та-та-та-та, та-та-та-та-та, значит, на него. Ну, Мамонов, присущий его манере, так сказать, нивелирует все и свое. Ну, тут стоп. Павел Семенович меня подзывает, говорит, Дим, слушай, ну, наори на него, как только можешь. Вот неожиданно наори, чтобы он хоть чуть-чуть опешил. Он же, говорит, вообще, говорит, стена. А там видно, что он вдруг какой-то не очень... Вот слушайте дальше, слушайте дальше. И, значит, приготовились я за камерой, значит, в кадре находится Мамонов. Он начинает текст свой первый и я как мог на него заорал. Тут-то как раз вот вкрапление. Он немного-то и опешил, и не понял, да что такое, смотрит в сторону режиссерского пульта на меня, это, это, что-то говорил? Ну, тут Павел Семенович говорит, стоп, снято, замечательно. А то, бежит. Не побил. Что такое? Не побил. Что у меня такое, если вообще, это что это было? Я бегу к Павелу Семеновичу, Павел Семенович, вы ему скажите, что это не я с ума сошел. Это, ну, так сказать, вы попросили. Петр, Петя, Петя, ну, вернись, вернись. Не вернусь я. Да что ты такое, это сам, это, это я его попросил. Нет, это он мне специально сцену испортил. Специально. Да и успокойся. Ну, все, успокоили, поставили, примирились. Теперь Петр стоит за камерой, объектив не меня, его первая фраза. Ну, Мамонов молчит. В какой-то момент, видимо, он понял, что это не действие и начал корчить рожицы. Какие только рожицы он не кончил, как только он не за дерево показывал пятое место, кружился, вертелся, страшное дело. В этом, видимо, был состояние души между, так сказать, Богом и личными чувствами. Как я вижу, Павел Семенович от режиссерского пульта без команды стоп и подходит к Петру и сзади его по плечику. Петя, как тут Мамонов бросился в колени. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, не хотел, не хотел. Это я, Петя. Фуф ты. Паша, ну ты что? Я уже испугался, меня Господь уже тут голосами меня останавливает. Ну, А первый съемочный день. Значит, вот сцена, я подхожу к Каптерке. Вот. Ну и Павел Семенович объясняет. Иду к двери, оттуда выходит Петр и вдвоем выходите на средний двойной план и здесь играете сцену. Договорились? Договорились. Я иду, подхожу к двери, стучу, не открывает. Стучу, не открывает. Ну, я уж не помню, на какой пятый, седьмой раз вдруг дверь резко выбивается и Петр бежит мимо меня к, значит, морю и оттуда мне кричит сцену, текст. Я боковым зрением вижу, как блестит объектив камеры то туда, то сюда, то туда, то сюда и уже слышу, Павел Семенович кричит, стоп, 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 стоп. Петя, ну, что ты мне играешь? А Петр на полном серьезе и совершенно ответственно заявляет, а я не играю, я так живу. Это свидетельство гениальности. У нас, Маша, вам надо идти, насколько я понимаю, да? Да, но я готова вечно слушать про Павла Семеновича, потому как это у меня действительно очень дорогой человек. АПЛОДИСМЕНТЫ песен. Ну, по-моему, это понятно, споры об Иване Грозном до сих пор еще идут. И, понимаете, Россия, в общем, потрясающая тем, что нет, абсолютно не вырабатывается никакого единого отношения, ну, к каким-то более-менее очевидным вещам. И вот снова мы будем спорить о Сталине, и снова будем говорить, что нет, непонятно до конца, вот вы разберитесь. Так же мы спорим об Иване Грозном, и Иван Грозный, конечно, является ключевой фигурой нашей истории, вообще таким, так сказать, бич божий, вот такой, который свистит. Мне-то кажется, что он вообще изменил ход истории русской. У нас должно было быть возрождение, понимаете, он его силой личности своей дикой сломал. С тех пор наша пластинка, знаете, когда поцарапает, она немножко так пак, и заела, и опять играет, опять пак, и опять. Ход истории какой-то разрушен, и обратно вернуться очень сложно. Рамиля, вы играли там царицу, да? Царицу. Темрюковну. Марию, жену. Темрюковну. А вот этот образ этой женщины, чем вам интересен? Трагизмом ее судьбы или ее любовью к злодею, в общем, и тирану? В общем-то, в ее жизни появление царя было таким предсказуемым, то есть он дружил с ее отцом, и их знакомство состоялось на охоте, когда она была в мужском костюме, но она такая была с детства, то есть воспитанная по-мужски. и в драке, скажем, рванув кафтан, он обнаружил, что она не женщина, и ее судьба была решена. и для меня, конечно, было интересно именно отчего человек становится способен на жестокость необъяснимую от катастрофического одиночества, как я для себя оправдала, от одиночества. В общем, тут много говорить не нужно. Ну, и потом, эта картина, мне кажется, она не исключительно о Грозном, как о монархе. Это, вообще-то, история о человеке. Мы уж привыкли к тому, что у нас, если в короне, мы все валим на него. А тут все-таки есть еще и личностная история. Не забывайте о том, что это, вообще-то, картина-история двух людей. Двух людей. И вот там последнюю роль сыграл как раз выдающийся актер Олег Янковский. Это случайная история? Или вы именно на него писали эту роль? Ну, я давно увидел в нем благородство внутреннее и умение молчать. А вот как играть святого вообще? Надо молчать. А что святой будет говорить? Это Грозный, наоборот, всюду. Он и говорит, и поет, и тут, и сверху, и сбоку, и снизу. А этот стоит в прямой и молчит, и смотрит на все это. И как в нем прорастает через это молчание его святости, особоубийственные подступки. Вот это было, конечно, интересно. Давайте посмотрим фрагмент из этого фильма. Бог благослови. Благослови, владыка. Бог благослови. Государь перед тобой, владыка. Бог благослови. Не туда смотришь. Не вижу я государя. Не могу узнать его и в одеждах этих, и в делах его. Опомнись, митрополит. Все мы смертны, государь. Помнить надо о суде Божьем. Не то время ты выбрал, чтобы напоминать. Оглянись, чего ты с державой творишь. Божьего закону над собой знать не хочешь. Своих людей без вины казнишь, государь. Не тебе черницу. В наше царское дело лезть. Если я замолчу, камни этого храма возопят. Не прикословь державе нашей. Не то постигнет тебя гнев мой. От твоего каянства миру погибель придет и всему свету показал, что ад мы не в чем в себе. Филипп, не противься воле моей. Я пришелец на земле и приселенец. Христос с нами. Кого убоимся? Нет у меня больше митрополита. Нет! Нет! Нет митрополита! Нет! Браво. АПЛОДИСМЕНТЫ Трясающе! Трясающе! Эта пара просто что-то невозможное. Вот это все. Значит, вы после вот этого царя как раз два фильма сняли музыкальных. Да? Дирижер и Даму Пик. Это почему? Отдохнуть захотели? Какой уж отдых тут! Самые тяжелые были для меня. Или просто решили попробовать? Мне очень хотелось взять, конечно, дирижер, потому что это отношение между отцом и сыном, вот эта драма, которая идет между родителями и детьми, это вечная тема, это вечный источник. С другой стороны, это была история для меня про человека, который был интеллектуален, был умен, был и считал, что он выполнил свой долг и не видел боли рядом с собой, не видел ничего, как умирают люди рядом с ним, и который вдруг почувствовал это. В дирижере вообще история была удивительной, потому что это полный эксперимент. Сначала была, Павел Семенович? Я не собру, если скажу, что сначала была написана музыка, оратория, и потом это как бы ожившая музыка. И это было уникально просто по идее, по тому, как это было сделано. И в то же время, тогда, когда мы начали это снимать, Иерусалим как лакмусовая бумажка, как город, который взламывает неправду и обнаруживает правду. Красивую, некрасивую, любезную, желанную или нежеланную, ужасную, но наступает правда. И вот для меня отчасти у Лунгина нет однозначной генеральной линии в фильме. Ты смотришь и просто поражаешься, что ты вытягиваешь из этого сто тем, каждую для тебя в определенный момент жизни важную. Можно я скажу, пожалуйста, это возвращаясь все-таки вот к началу разговора, и я сидела, мне очень хотелось сказать, вы говорили о системе Лунгина. Вот мне кажется, что и жанры разные, и совсем разные картины, ну, все разное, но то, что главное, то, что я для себя вынесла на всю жизнь от работы с Павлом Семеновичем, он исследует, для него не события главное, а движение человеческой души между этими событиями. Вот в чем система Лунгина, мне кажется. Хорошо, давайте посмотрим фрагмент фильма твой дирижер. Ты здесь? А что ты здесь делаешь? Да вот, пытаюсь в Москву дозвониться. В Москву? Угу, деньги, что ли, закончились? Кому? Неважно. Ну, так, слушай, ты к нас моего позвони. Не надо. Позвони, позвони. Не надо. Да почему нет-то? Ну, что за бред-то? Ну, что за бред-то? Дай. Наберу. Наберу, и ты позвонишь. А в Москву? Алло. Алло. Ну, что вы молчите и дышите в трубку? Я же сказала вам, я не собираюсь общаться с вашим мужем. И на концерт я не приду. Пожалуйста, не звоните мне больше. Позвонил? Доволен? Да. Я тебя не люблю. Замечательно. Замечательно. Павел Семенович, я вас обожаю, люблю. Вы какой-то, понимаете, такой один-единственный. Только у Павла Семеновича я такое видела. Вот как раз, когда Даша шла по рынку, это был реальный рынок в Иерусалиме, и было очень тяжело снимать теракт. Представляете, в Израиле изображать теракт. Конечно же, все были там взбунтованы на этом рынке. И уже моя бедная машина, они ее окружили, и оставалось нам совсем недолго снимать, потому что нам просто тупо не давали. И Павел Семенович у монитора был достаточно далеко. И вот он кричит стоп, а я еще не отыграла. Говорю, Павел Семенович, ну я еще не сыграла. Он говорит, ну давай, сама остановись, скажи стоп, тогда, когда почувствуешь. Помните? И я, значит, играю, и расстроилась, что, ну, ну все, конец, ну не случилось. И он не говорит стоп, и он не, он отснял этот кусок, когда у меня все мое расстройство, ну оно все здесь проявилось. И это вошло в фильм, и это вошло в картину. Вот это, Павел Семенович, он умеет вырвать из жизни, то есть не сказать стоп там, где ну нужно, где на, а вдруг эта жизнь, которая длилась дальше, за стопом, оно просто, вот, оно просто гораздо удачнее, чем то, что было в кадре. Это правда. Потом спасибо вам большое, Павел Семенович, за мои лучшие моменты. Заканчивать мы будем, ну, рассказом, наверное, о вашей новой премьере, о фильме «Братство», который вы уже отсняли. И 9 мая этот фильм вы можете посмотреть на каком канале? Не на каком он выйдет в кинотеатры. В кинотеатры. Значит, 9 мая мы сможем посмотреть. А потом выйдет на ВГТРК. Понятно. Вот, этот фильм о истории вывода советских войск из Афганистана, да? Да. Вот. А что общего между нашей сегодняшней жизнью и вот этим печальным поражением Советского Союза в этой не нужной никому войне? Вообще, задача режиссера это просто рассказать историю, честно. и она как губка, она потом вбирает в себя множество смыслов. Каждый раз, когда ты хочешь начать со смысла и хочешь сначала говорить о чем-то, а не просто вот историю, понимаете, получается гораздо уже. поэтому, какое-то вот общее чувство, что выходить сложно вообще, понимаете, весело с фанфарами входить в армию, тяжело выходить, не хочется убирать, не хочется в конце, особенно глупо. Афганская война доминовала собой конец СССР, конечно, через год уже СССР и не было. И весь этот комплекс, как всегда, который вот меня и хочется показать. Давайте посмотрим тизер этой картины. По нашим данным, летчик катапультировался вот в этом районе. Вы подняли на ноги всю агентуру. Надо, чтобы нашли. А что, знаете, как у нас сейчас все меняется? Но мы теперь правду говорим, в том числе про афганскую войну. В течение двух недель мы планируем вывести весь личный состав дивизии через ущелье и через перевал. Здесь можете просто постучаться и медленно открыть. Война с маджахидами будет продолжаться до победного конца. Вы уйдете. А война продолжится. Смотри на меня! На меня смотри глазами! Война с маджахидами Война с маджахидами но и в жизни. Желаю вам побольше хороших ролей от него в его фильмах. Теперь на прощание давайте соберемся вместе вокруг Павла Семеновича и сфотографируемся на памяти. Так, пожалуйста, все поближе к нему заберитесь. Так, вниз. Опуститесь вниз. Так, все видят себя. Раз, два, три и... Ура!